Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Я стал часто выпивать, примерно 3 раза в неделю могу выпить по бутылке вина, на выходных кто-то крепко. Уже год вот такой активный алкогольный образ жизни. Набрала пару лишних килограмм, но тут в том, что мне 25 лет, есть любимый человек и, конечно же, планы на материнство. Я хочу как можно скорее завязаться алкоголем или хотя бы уменьшить дозу и выпивать только по праздникам. А так, еду с работы и обязательно заезжаю за бутылкой вина, думая, что выпью бокальчик, чтобы расслабиться, при этом вот целая бутылка и уходит. До года стало выглядеть хуже, лицо опустилось, добровольно самоизолировалось и видеться и гулять ни с кем не хочется. Помогите, пожалуйста, мама с папой, я в таком признаться не могу, но клачу постоянно из-за того, какой я стал. Раньше каждый день ходил в спортзал, вот смотря сейчас, сплю до 11, иногда беру липовый боничный из-за чрезмерного алкоголя и морально убитого состояния. Мне очень тяжело. Ну, смотрите, в первую очередь, как психолог я бы хотел, пожалуй, обратить ваше внимание на то, что вы пишете про... Такое свое состояние, про такую свою попрятность, как желание расслабиться. Вот. Соответственно, если у вас такое желание есть, желание расслабиться, то появляется оно, на мой взгляд, не на ровном месте. То есть нужно понимать, что ваше желание появилось не на ровном месте. Что-то, что-то или кто-то напрягает и само собой и естественным образом вы хотите расслабиться. Поэтому, в первую очередь, нужно понять, что с вами случилось, что произошло. Вы говорите, что год, так живет, год, а что было год назад? Ну, я имею ввиду, с вами, что происходило с вами год назад? Наверное, что, что-то случилось, вот это нужно выяснить. Дальше. Я хочу сказать, что вы, конечно, большая молодец, что признаете проблему. Вот. Не каждый человек это может сделать, и вы в этом плане умница. Но. Это только первый шаг. Следующим шагом будет именно обращение к врачу, вот, к наркологу и работа с психологом. По гармонизации, ну, гармонизации вашего психологического состояния, потому что алкоголь, это, естественно, замещение некой потребности. И, как вы, ну, совершенно справедливо заметили, что полностью от алкоголя отказываться вы не хотите, это, на мой взгляд, правильное решение. Вот, вот, по крайней мере, не такое, ну, не такое радикальное, и вам будет в этом смысле несколько легче. Потому что вы как-то вот будете знать, что полностью от алкоголя вы не отказываетесь. Это очень важный момент, на мой взгляд, скромный. А дальше, дальше, необходимо выявить, конечно, ваши потребности и просто смотреть, как по-другому вы можете ее реализовывать. То есть, совершенно точно и определенно вам не обязательно отказываться от алкоголя. Совсем. Но нужно просто иметь какую-то альтернативу. И ключевой момент заключается именно в том, как мне видится, что вы от чего-то расслабляетесь. Вот, от чего вы расслабляетесь. Это очень важно увидеть. Вот. Лично мне показалось, исходя из вашего текста, что как-то у вас много... как будто бы... порядка... требований... к себе. Как будто бы... я не уверен. И из алкоголя вы уходите. А пепу? От стыда перед мамой и папой. От обязанностей, которые на себя взвалили. Смотреть нужно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего доброго и удачи. До встречи. Прmodу. Продолжение следует...